Итак, коллеги, добрый вечер. Давайте будем начинать. Я представлюсь. Зовут меня Шуйков Сергей Юрьевич. Я проведу сегодня небольшой такой семинар, посвященный теме кортежей в языке C-Sharp. Он у нас будет не очень длинный, минут на 40-45. Желательно, чтобы вы были с языком C-Sharp знакомы, ну или знакомы с каким-нибудь C-подобным языком, поскольку мы будем говорить о C-Sharp, который относится к C-подобным языкам. Разберем, что это за тип данных такой, чем он удобен и когда применяется. Несколько слов о себе. Я работаю преподавателем в учебном центре специалист при МГТУ имени Баумана. Преподаю курсы по программированию, в частности, по направлению разработки под .NET Framework, ну или современный .NET Core, если быть точным. У нас есть и базовые курсы по самому языку C-Sharp и, соответственно, есть более продвинутые курсы по различным технологиям, например, ASP.NET Core и так далее. Ну а мы с вами сегодня, как я уже говорил, будем говорить о языке C-Sharp, а точнее о вот таком интересном типе данных, как кортежи. Ну, для начала давайте будет небольшое введение. Вы наверняка знаете, что во многих языках программирования есть простые и сложные типы. Простые типы, например, вещественное число, double, целое число, int, символ какой-нибудь и так далее. Но часто в программах нам бывает необходимо сгруппировать вместе несколько переменных, хранящих, например, несколько чисел или, например, число и строку и так далее. Как это сделать? Для этого есть несколько вариантов. Можно использовать такой тип данных, как массив. Массив фактически это несколько переменных, сгруппированных вместе и пронумерованных. Обычно нумерация начинается с нуля, 0, 1, 2, 3 и так далее. Но в большинстве языков программирования, и C-Sharp здесь не исключение, все элементы одного массива имеют один тип. То есть мы можем создать массив int, массив double, массив строк. Но если нам нужно, например, хранить double и int, то сделать из них массив вряд ли получится. Или, допустим, int и строку, то есть целое число и строку и так далее. Сделать это не получится. В этом случае, если нам нужно сгруппировать разнотипные данные, используют так называемые структуры. Вот в C-Sharp, C++, языке C. Такой тип называется структура, а, например, в Pascal он называется запись рекорд. Ну, например, мне нужно хранить два значения. Сумму некую и идентификатор валюты. То есть я хочу иметь возможность в одной переменной хранить некую денежную сумму. Денежная сумма описывается, во-первых, числом и, во-вторых, валютой. Потому что 100 рублей – это совсем не 100 долларов. Мы можем для того, чтобы хранить такие значения, описать собственный тип данных, который, повторюсь, называется структура. Ну, вот, например, в C-Sharp он будет выглядеть вот так. Мы описываем структуру, даем ей некое имя, money. И внутри делаем поля различных типов. Ну, например, поле... Типа decimal. Пусть это будет некая сумма. И поле типа string. Это будет у нас валюта currency. Вот так, к примеру. Вот, и теперь мы можем описывать переменные типа этой структуры money, m1, и работать с этими полями. То есть в одной переменной у нас как бы упакованы два значения. Некая сумма. Ну, например, вот так. И валюта. В данном случае currency. Ну, например, вот так. Структуры, кстати, очень похожи на классы. Ну, отдельно скажу, чем в том же C-Sharp у нас структуры отличаются от классов. Структуры относятся к так называемым типам значения, value type. То есть переменная типа структуры внутри себя саму структуру хранит. Само значение. В этом смысле структура аналогично простым типам int, double и так далее. В то время как классы, хотя и выглядят очень похоже на структуры, но являются ссылочными типами. То есть переменная типа класса хранит ссылку на объект, внутри которого уже поля. Но это отдельная тема, которую мы сейчас трогать не будем. Главное, что у нас есть вот такая возможность упаковать несколько значений вместе. Можно сделать метод, которому передается параметр типа структуры. Можно сделать возвращаемое значение у метода типа структуры. И все, казалось бы, замечательно. Единственная проблема заключается в том, что нам нужно этот тип данных описывать отдельно. То есть мы должны сначала эту структуру описать как тип данных, вот как сделал я. Затем мы сможем создавать переменные или параметры типа этой структуры. Но, естественно, придется этому типу данных придумать некое имя, money. В принципе, все это замечательно и долгое время так и пользовались. Но иногда бывают ситуации, когда нам нужно просто сгруппировать два значения, не описывая этот тип данных отдельно. Ну вот представьте, у вас есть некий массив. Вы... Давайте я такой массив сделаю. Пусть это будет массив фунтов. И вы хотите найти в нем минимальное и максимальное значение. Давайте назовем массив мус. Там будут какие-то числа. Вот так. И вы хотите найти в этом массиве... Скобочки не те поставили. Минимальное и максимальное значение. Поиск минимума и максимума. Это очень простой алгоритм. Ну, допустим, поиск минимума. Мы берем нулевой элемент массива. А потом перебираем все элементы этого массива. Это, ну, допустим, я использую итератор, который перебирает... Здесь у нас цикл forEach, который перебирает у нас все элементы в этом массиве нумс. И если очередное значение k, например, меньше минимального, то минимальное становится как раз этим самым k. Вот мы найдем минимум. В принципе, аналогично можно найти и максимум. Если нам надо найти и то, и другое, то даже нет смысла делать два цикла, а можно сделать все это одним циклом. Для этого надо завести еще будет одну переменную. Что-то типа такого. И написать другое условие. Если k оказалось больше максимума, то максимум это и есть k. На выходе мы вот в этих двух переменных получим значение минимума и максимума. Можем вывести их на экран. Консоль writeLine минимальное значение из переменной min и максимальное значение из переменной max. Ну, давайте запустим. сейчас у нас очнется. Visual Studio. Вот оно выдало минимальное и максимальное значение. Вроде бы все правильно. Отлично. И, казалось бы, все хорошо. Ну, а теперь представьте, что мы хотим вот эти значения минимум, максимум куда-нибудь передавать для дальнейшей обработки. Мы, конечно, можем их передавать как отдельные переменные, но это очень неудобно, потому что формально вот эти две переменные они являются отдельными независимыми переменными. А значит, мы можем легко перепутать их друг с другом или с другими переменными. Конечно, можно было бы сделать вот такой тип данных, структуру какую-нибудь назвать ее как-нибудь minmax, сделать там два поля min и max и уже сохранять эти значения в этой структуре. То есть, у нас была бы одна переменная minmax mx назовем ее вот так. И мы могли бы в полях этой структуры эти значения сохранять. Примерно вот таким образом. Но получается, что мы вынуждены для решения такой простой задачи, просто группировки двух значений, делать отдельный тип данных. это сразу головная боль. Почему? Потому что надо придумывать название, надо решать, в каком name space это делать и так далее. А задача очень простая, просто сгруппировать две переменные. И вот здесь на помощь нам приходит кортеж. кортеж это тип данных, которые появились у нас начиная с седьмой версии языка C-Sharp и фактически представляет из себя такой упрощенный синтаксис группировки нескольких значений в одну переменную. На самом деле кортежи были и раньше, только раньше они реализовывались действительно отдельными типами tubals. Начиная с седьмой версии появился вот такой сокращенный синтаксис. Давайте посмотрим различные варианты синтаксиса использования кортежей. Но самый простой вариант, самый простой вариант, допустим, мне надо сохранить два значения. Два значения, пусть они будут разного типа, double и int, сгруппировать их вместе. Вот тип такого кортежа описывается прямо его структурой, то есть мы в круглых скобках описываем ему структуру, указывая, что там будет два значения, типа double, типа int. Дальше создаем переменную, допустим, t1. А как теперь записать значение этого кортежа? Просто указать значение в скобочках через запятую. в том порядке, в котором указаны эти типы. То есть вот я создал переменную t1 типа кортеж, который состоит из двух полей. Одно поле типа double, другое типа int. Мне не надо описывать это как структуру, мне не надо придумывать имя этому кортежу. Вместо имени используется вот такое описание содержимого структуры самого кортежа. Вопрос, как теперь обращаться к элементам этого кортежа? в данном случае я описал тип этого кортежа с неименованными полями. Обратите внимание, здесь у полей нет имен. Поэтому обращаться можно следующим образом. Мы берем эту переменную и обращаемся к этим полям, используя вот такие имена item1, item2. То есть по умолчанию они именуются именно так. Item1, item2. Давайте выведем их, например, на экран. консоль writeLine наши переменные t1, item1, item2. Только это свойство пишется у нас большой буквой. Вот он результат. Значение типа double, значение типа int. Точно также можно к ним и обращаться для того, чтобы их поменять. Например, t1.item2 плюс-плюс операция инкремента, она применима к int. значению, а поле item2 у нас int. давайте снова запустим, и там будет инкрементированное значение 16. коллеги, здесь есть какие-нибудь? Пока я здесь пишу, начал писать, может быть что-то непонятно. Если какие-то вопросы возникают, не стесняйтесь, спрашивайте в чате, можно голосом спросить, у кого есть микрофоны. вот естественно, естественно, можно сделать и поля в кортежах именованные. Давайте я сделаю например, я хочу в кортеже хранить три значения минимальное, максимальное и среднее, которые буду считать вот из моего массива. Но пока считать не буду, пока сделаю просто такой кортеж. Соответственно, минимальное и максимальное у меня интовые. А третье значение в кортеже типа double среднее, потому что среднее может быть и переменную. и соответственно точно так же можно задать значение ну допустим там 1, 100 и какое-то среднее 25,7. Неправильно написал здесь точку конечно. Вот так. Как теперь можно обращаться к элементам такого кортежа? К ним можно обращаться используя уже не только item1 и item2, но и их имена, которые мы сами придумали. Mim, Max и Average. Давайте напишем здесь AVG. А фигурных скобках. Вот здесь коллеги спрашивают внутри оно по-прежнему будет Tupel. Кто оно там Максим здесь спрашивает? Давайте запустим. если вы имеете ввиду сам тип данных то есть вот этот вот давайте мы его выведем во-первых Console WriteLine например mxt вот он для него ToString тоже переопределен он выводит тоже значение через запятую значение этого кортежа если вас интересует именно его тип да давайте посмотрим какие у нас тут есть полезные методы вот например метод getType если интересует именно название самого типа вот давайте полное имя выведем вот таким образом чтобы было понятнее вот то естественно это будет Tupel да тот самый Tupel вот посмотрим вот вот он System Value Tupel то есть во-первых мы видим что это Value Type да и соответственно то есть тип значения это да тот самый Tupel вот он состоит из трех полей Int32 Int32 и где-то там должен быть еще Double да вот он третий Double здесь присутствует вот 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 пример кортежа с именованными полями давайте посмотрим как себя он будет вести если мы будем его присваивать например создадим вот такую вторую переменную и например в одной из них инкрементируем значение какого-нибудь поля ну например поле Min давайте декремент здесь для интереса сделаем и выведем на экран на экран мы выведем значение исходного кортежа увидим что оно там не изменилось что намекает нам что это действительно Value Type то есть кортежи относятся к типам значения также в современной версии языка C Sharp для кортежей определены операторы сравнения например если у нас два кортежа давайте выведем результат сравнения все на системе тянет консоль WriteLine сравним их двойным знаком равно получим значение истина потому что да эти кортежи равны поскольку кортежи являются полноценными типами то их можно использовать например как тип возвращаемого значения какой-нибудь функции вот обратите внимание сейчас красный цвет сделаем то есть вы можете сделать так чтобы функция возвращала сразу нескольких значений сгруппировав их в кортеж ну в принципе у нас и без кортежа конечно есть возможность вернуть несколько значений из функции из метода мы конечно можем сделать параметры типа ref или out мы можем опять же упаковать эти несколько значений в структуру там в массив коллекцию вернуть их но все эти варианты громоздки когда нам просто нужно вернуть несколько значений то вот удобно их использовать описать этот тип прямо в точке применения так вот здесь коллеги у нас спрашивают а что можно описать в кортеже какие типы ну давайте например сделаем такой кортеж децимал сумма именованный с именованными полями стринг торренси торренси вот и присвоим ему какое-то значение например некая сумма допустим сто с половиной и доллары только букву м здесь надо написать поскольку речь идет о тебе децимал вот так вот тоже замечательно работает то есть внутри кортежа вы можете использовать поля доступных вам типов вот например поле типа стринг пожалуйста это же класс у нас систем стринг ну давайте посмотрим как вернуть из функции кортеж например я хочу сделать функцию метод которая возвращает информацию о массиве интов которые ей передают назовем эту функцию тест рейн и на входе он этот метод принимает массив интов нунс а вернуть мы должны вот что мы должны вернуть допустим минимальное максимальное и среднее вот если мы не хотим описывать отдельный тип данных то можно вернуть этот самый кортеж то есть минимальный у нас будет int максимальный тоже int ну а среднее будет double пишем кортеж его структуру как тип возвращаемого значения запятую только здесь забыл реализую саму функцию поиска минимума максимума ну и заодно наверное среднего чтобы посчитать среднее наверное надо еще сделать переменную сумму и не забыть ее в цикле просуммирует все вместе сумма плюс равно k вот а риторном мы вернем вот такой кортеж минимальное которое мы посчитали максимальное ну и сумму деленную на размер нашего массива nums.length вот единственное только надо раз уж мы хотим double привести к double чтобы деление у нас было вещественным точку запятой вот теперь мы можем обрабатывать наш массив вызывая вот этот метод testArray давайте его вызовем ну например вот здесь testArray и передадим наш массив nums вот он кстати обратите внимание на интересный момент у меня в методе testArray в качестве типа возвращаемого значения указан кортеж с неименованными полями int int double присваиваю я результат выполнения этого метода переменной типа кортежа с именованными полями и никаких проблем они раскладываются друг за другом давайте запустим вот они у нас отработали вот у нас минимальная максимальная и средняя честно почитанной этой функции вот это позволяет избежать например параметров типа out то есть если бы у нас не было кортежа как нам из этой функции вернуть три вот таких значения ну либо делать еще три параметра с модификаторами ref или out то есть возвращать значения в переменные по ссылкам но это будет немножко громоздко либо опять же придется делать некую вот такую структуру как отдельный тип данных описывать там поля min max и average заодно вот и возвращать уже значение этой структуры здесь как мы видим избавлены от необходимости делать отдельную структуру а прямо описываем наш тип данных в том месте где мы хотим его применить поскольку описание очень компактное особенно если поля неименованные то и проблем в общем-то никаких нет давайте посмотрим еще несколько вариантов синтаксиса при работе с кортежами ну например когда мы описываем значение типа кортеж мы тоже можем задать имена полей то есть не только в описании самого типа но и в описании значения делается это вот таким вот образом особенно это удобно если переменная делается с помощью оператора var оператор var в c-шарпи означает это не тип данных он означает что тип этой переменной определяется типом выражения справа если вы просто напишите например вот таким образом var t равно и дальше в скобках два каких-то значения то да вы получите кортеж переменная t будет типа кортежа но это будет кортеж с неименованными полями либо вы должны писать именованные поля вот так int допустим там одно имя double второе имя вот так либо можно написать покомпактнее оставив слева var а справа написать имена этих самых полей тип данных здесь хоть явно и не указан но он будет определяться типами значения вот такой синтаксис тоже допустим давайте выведем на экран значения элементов этого кортежа здесь у нас будет t . сам и t.avg вот он значение элементов нашего кортежа так вот здесь сергей спрашивает как описать в саммари выходное значение не очень понял что такое саммари вы имеете ввиду в кортеже так весь кортеж является результатом выполнения метода весь кортеж вот так если вы хотите тому кто использует вот этот метод тест array подсказать что означают элементы этого кортежа то никто не мешает вам описать здесь именованный кортеж вот так вот человеку будет понятнее я просто для краткости вам показал что можно описать и неименованный кортеж причем присваиваться он может именованному кортежу как мы видим но конечно если речь идет о типе возвращаемого значения лучше сделать именованный кортеж так будет нагляднее человеку который его использует будет понятнее а что же в этих полях имена полей кстати могут быть заданы неявно например когда вы в кортеж кладете значения каких-то переменных вот к примеру у меня есть две переменные min и max вот они две совершенно независимые переменные я сделаю кортеж даже с помощью вара и положу туда значения переменных min и max но мы не просто положим туда значения этих переменных то есть на самом деле произойдет следующее будет создан кортеж у которого поля будут имтовые потому что именно этот тип имеют эти выражения но будут заданы и значения вернее не значения а имена этих полей то есть на самом деле будет создан вот такой кортеж автоматом на основе имен этих самых переменных я в комментариях эту строчку оставлю чтобы было понятней это будет то же самое то есть вот это выражение вот это выражение справа означает что у нас не просто кортеж а кортеж именно с именованными полями просто имена этих полей берутся из имен переменных то есть когда просто есть несколько разрозненных переменных очень удобно с помощью такой конструкции упаковать их в один кортеж причем сразу с именованными полями кстати возможно и обратное действие когда у нас есть некий кортеж когда есть некий кортеж а мы хотим значение полей разложить по отдельным переменным это называется деконструкцией кортежа ну вот например вот у меня есть кортеж т я хочу разложить по двум переменным я могу это сделать следующим образом допустим если у нас будет int сумма double average равно равно мой кортеж вот он t и значение вот этих полей моего кортежа будут разложены просто по двум переменным сумма и average это будут две обычные переменные то есть фактически это эквивалентно вот такой конструкции я напишу в комментариях int сумма равна t.sum и double average равно t.avg называется это деконструкции кортежей то есть мы с одной стороны можем несколько разрозненных переменных объединить в одно значение типа кортеж и с другой стороны наоборот одно значение типа кортеж поля вернее одного значения типа кортеж разложить по нескольким переменам ну давайте убедимся что у нас действительно разложилось это значение по двум переменным сумма и average вот таким образом давайте запустим так это не то посмотрим как это будет работать вот они у нас замечательно разложились вот пример декомпозиции со строковыми значениями вот они тоже раскладываются по отдельным переменным оператор сравнения для кортежей тоже уже работает ложь почему он будет сравнивать вот так по порядку не по именам по порядку у нас одного типа давайте запустим посмотрим что получилось да получилось у нас ложь вот она то есть он сравнивает нам сейчас значение по порядку но для операции сравнения двойной знак равно как и для операции не равно есть определенные ограничения во-первых кортежи должны иметь равное количество элементов то есть если например у нас вот здесь будет еще какой-то элемент неважно какой вот так то мы видим что компилятор не берет не компилирует эту операцию сравнения вот и второе каждые элементы кортежа по порядку должны быть сравнимы друг с другом вот в этом случае операция сравнения у нас отработает то есть мы видим что вот в этой ситуации имена имена не влияют он считает их разными просто потому что идет сравнение по порядку если мы поменяем их местами то тогда конечно все сработает вот так тогда мы получим значение истину ну естественно при условии равенства значения полей если поля будут разные ну естественно получится ложь ну и напоследок еще несколько слов вот здесь коллеги спрашивали как эти новые конструкции новые конструкции соответствуют старым типам которые у нас есть в namespace system я говорил что еще до седьмой версии у нас был вот такой тип данных system tuple кортежи описанные вот таким образом как мы с вами видели относятся к типу system точка value tuple вот так чем value tuple отличается от обычного tuple обычный tuple это класс значит это ссылочный тип данных в то время как value tuple это тип значения кроме того value tuple является изменяемым вот здесь мы где-то в примере меняли значение наших кортежей в то время как обычный tuple он неизменяемый immutable ну и наконец третье отличие в вот этих новых кортежах то что мы здесь описываем является полями то есть переменными непосредственно упакованными в кортеж в то время как в типе tuple там мы работаем не с полями то есть не с переменными напрямую а там мы работаем со свойствами а как мы помним свойства это на самом деле пара методов getter и setter так что различия между вот этими типами есть хотя внешне да очень похожи и в принципе аналогичные задачи решают коллеги вопросы есть какие-нибудь что-то нужно пояснить еще все понятно замечательно замечательно если вопросов нету тогда давайте будем заканчивать всем спасибо что присоединились к нашему семинару до свидания до свидания